Актёр театра Вахтангова, заслуженный артист Республики, Григорий Абрикосов. Пожалуйста. Нет, но... Нет, в каком смысле спасибо? Нет, спасибо, что я должен сказать спасибо, Василию. Нет, всё-таки первые шаги... Да, первые шаги. Тоже про первые шаги? Пожалуйста. Тогда давайте начинайте с первых шагов. Первые шаги для меня были тоже очень, я бы сказал, радостные и незабываемые. Это было в 41-м году в городе Омске, когда театр Вахтангова был эвакуирован. И в этом театре работал мой отец Андрей Абрикосов, и я, естественно, девятилетним мальчиком попал вместе с театром в этот город. Маленький, совсем маленький город. И моя творческая биография, как мы сейчас говорили все, первые шаги, началась именно в этом городе. Я подсчитывал своему отцу текст Багратиона в спектакле «Фильмаршал Кутузов». Ну, память молодая, как мы все говорили в это время. Да, читать умел, понимаешь? И, значит, да. И я ему, значит, подсчитывал. И на радио, на радио в Омске узнали, что я знаю монолог Багратиона. И был самый большой дом в Омске, пятиэтажный. Самый большой дом в то время. И мы жили на пятом этаже. И был такой общий балкон. И когда я прочел по этому радио, по которому мы слушали в 41-м, 42-м, 43-м годах, известие о поражениях, о наступлениях, что нам было всем очень дорого и близко, и страшно, именно по этому радио я прочел монолог Багратиона. Там, кстати, был Роберт Рождественский, с которым мы вот дружим до сих пор. И мы выступали в госпиталях. И мы с Робертом выступали вдвоем, в паре всегда. Причем, что самое интересное, что он хотел стать, значит, артистом, а я поэтом. И у нас все получилось наоборот. Гриша, покажи себя. Вот. Это очень сложно же. По-моему, он уже это сделал. А вот тебя нет порога? Нет, ну как же. Это самое гениальное. А можно это сделать? А вот я видел, думаю, делает на себя порога. Да, кто Григорий. Я никогда не видела. Нет, я просто не видела. Я должен сказать, что порога вообще, Женя, ты знаешь, что это за жар, и вы все, Юлечка, и ты, Вася, вы все знаете, что это сложная довольно вещь. Очень. Очень сложная. И я давно этого не делал, а очень любил это делать и показывать, и рассказывать, и Плотникова, и Рубана Николаевича, и Охлопкова. Для меня это люди, и Дикого, Алексея Дмитриевича. А Плотникова пока? Плотникова. Плотникова можно. Ну пока покажи Плотникова. Запомни одно, Валентина. У всего на свете есть начало и конец. И в этом великая беда, но и радость в том же. Андреев Борис Федорович. Да, по телефону разговор. Это я понял. Только нет. Нет, Настенька. Чего? Не Настенька, но все равно нет Настенька. Пташка ты моя небесная, чирик-чирик. 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 Гарик. Вот спасибо. Ну вот спасибо. Приду. Обязательно приду. Вот есть вот один товарищ, водяной, с которым я снимался в свадьбе в Малиновке. Миша, можно я тебе покажу? Так, на финал. Ну, можно или нет? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Сказал он. Я храбро бросила. Сказала, пожалуйста. И даже очень сожалею. Я думаю так, что я сейчас напою одну песню, которую ты пел с Вадей в Малиновке, которая начинается так. На морском песочке я Марусю встреч... Ну, подожди. Ну, подожди. Ну, подожди. Поехали.